Привет, мои биатлонные друзья! Наш экстренный выпуск штрафных 150 уже время близится к полуночи, но страсти вокруг отборов все еще кипят. Как оказалось, единственное отхождение от формально принятых критериев отбора вызвало реакцию, бурную реакцию и достаточно неожиданную от первого вице-президента СБР Алексея Нуждова. В интервью Sports.ru чиновник заявил о том, что были нарушены критерии отбора, что оскорбляет его как члена правления, голосовавшего за них, что ему стыдно перед болельщиками за такое решение, что попрана честь и разговоры о том, что один из регионов каким-то образом проталкивает своих спортсменов по блату, обоснованы. Честно говоря, реакция эта очень неожиданная и, на мой взгляд, неадекватная, поэтому я предлагаю разобрать все по пунктам. Первое, что я хочу заметить, я сам, так же как и господин Нуждов, являюсь четким сторонником выполнения критериев отбора, которые должны являться для всех без исключения законом. И я считаю, что если в критериях так было принято, и в моей версии, в моей таблице в предыдущем ролике старых была закрашена цветом, как спортсмены, которые должны выступать на кубке IBU, я с этим полностью согласен. Но я бы не записывал этот ролик, если бы не было других обстоятельств, о которых господин Нуждов в свое время не высказывался. Начнем с первого из них. Каким образом получилось так, что Ирина Старых, занявшая третье место среди россиянок в общем зачете прошлогоднего Кубка мира, ставшая третьим по результатам рейтинга СБР прошлого года, показавшая отличные результаты на летнем чемпионате России, не была допущена ни на централизованную подготовку в начале сезона, ни к полноценному, я повторяю, к полноценному, а не допуску на кубок IBU, выкинутую правлением, как жалкая подачка, отбору на кубок мира. На основании чего принято такое дискриминирующее решение по отношению к спортсменке? Если речь идет о проблемах со здоровьем, то в чем вопрос пройти ей комплексное медицинское обследование, которое она проходила? В чем вопрос посмотреть на результаты, и в случае, если эти проблемы возникнут, не допускать ее до старта? Никто из СБР этот вопрос не объяснил. Второй вопрос. Если господин Нуждов говорит открыто, что он проголосовал именно за такое решение, за такую редакцию критериев, почему он считает, что Глазырина и Старых не должны отбираться на кубок мира? Мы видим, в каком состоянии сейчас находятся спортсменки основной команды А, которые готовились под руководством Виталия Норисына. Большинство из них не готовы выступать на международных стартах. У нас в составе сейчас есть Юрлова, есть Миронова, есть Куклина. Три опытных спортсменки готовы бежать эстафету. Четвертой нет. Кристина Резцова. Она депутантка. Виктория Сливко. Тоже сложно сказать, в каком сейчас она состоялась. Она не бежала контрольных стартов. Остается старых, которая опытная эстафетчица, ни разу не подводила национальную команду в этих гонках. И она, безусловно, должна бежать эстафету. Далее, что касается Глазыриной. Он говорит, да, решение непонятное. И мне непонятно, и всем непонятно. Я в предыдущем ролике также задал вопрос, что хотелось бы дождаться объяснений. На основании чего принято такое решение? Ему задается прямой вопрос. Так может быть в связи с тем, что не выплачен долг? Он не дает ответа. То есть долг, возможно, действительно не выплачен. Возможно, это действительно является условием IBU. Или не является. Мы об этом судить не можем. Но говорит просто, что так нельзя. В данном случае, мне кажется, что данный вброс является очередной попыткой господина Нуждова раскачать ситуацию в российском биатлоне и вызвать негативную реакцию по отношению к одному региону. Это не первое его подобное действие. Помните, как в СМИ оказалась также с его комментариями история о том, что спортсмены якобы не подписали контракт с СБР. И говорилось о кюменском спортсмене Евгении Гараничеве, а впоследствии, как выяснилось, не подписал контракт и его товарищ по команде Александр Логинов. Через это в СМИ были в том числе несколько публикаций негативных с целью обвинить во лжи в сокрытии информации председателя тренерского совета Максима Кугаевского, который впоследствии был смещен со своей должности. Сейчас идет абсолютно такого же рода прессинг на Кугаевского и его воспитанницу Ирину Старых, которая своим результатом по спортивному принципу четко доказала того, что она достойна быть в национальной команде. Возникает вопрос, для чего все это было нужно? Почему нельзя было господину Нуждову обратиться к президенту СБР, который находился на месте, главному тренеру, к старшим тренерам и обсудить этот вопрос с ними лично, а не выносить в медийное пространство? Что значит это выходит сейчас, выглядит просто как шантаж. Что значит приедет Драчев, мы поговорим, примем решение. Какое решение вы примете? Вы будете непосредственно указывать тренерам, которые являются профессионалами в биатлоне, или президенту, известному в прошлом биатлонисту, какие решения нужно принимать? Если вы не согласны с данной ситуацией, может быть тогда вам стоит выйти из состава правления? Что таких жадных фрайеров надо наказывать? А то кодекс чести, профессионального игрока. Да там, где честь у него была, знаешь, что выросло? А у нас, Юра, таких козлов без парашюта выбрасывали. Вот такие у меня вызывают эмоции данное выступление второго лица в СБР. И прежде всего стоит подумать, что думает Ирина Старых, спортсменка, которая будет выходить под российским флагом, защищать честь нашей страны на трассах из Тарсунда, когда она читает такое и видит такой удар ножом в спину со стороны одного из руководителей. Думайте сами. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал и не заходите на штрафные круги.